В назидании другим в военкомате прошло выездное заседание суда по делу уклонистов, но обвиняемые не явились. О цене не отданного долга Ангелина Декон. Почетные родители. С почетным званием тысячная многодетная семья. Супруги Ермолицкие и Фещенко получили удостоверение тысячной многодетной семьи Первомайского района Бобруйска. На семейном празднике побывали и наши корреспонденты. Победная игра с мячом. Бобруйские гонболисты вошли в финал четырех Кубка Беларуси. О Бобруйской школе гонбола Елена Садовская. Уклонились не только от службы, но и от суда. В Бобруйске прошло выездное судебное заседание без подсудимых. О наказании за уклонение от выполнения долга Ангелина Декун. Подсудимые два брата 93-го и 95-го годов рождения не явились по двум повесткам. В армию не пошли, зарабатывали деньги в России. Причина неявки в суд пока неизвестна. Теперь они объявлены в розыск с последующим арестом. Такую короткую преступную историю рассказал прокурор. Новобранцы, жаждущие зрелищ, попали не на суд, а на ликбез по правонарушениям. К счастью, многие знали, что за неявку по повестке в военкомат грозит суд. Знал. Это надо отдать долг. Уважительные причины для неявки по повестке в военкомат – болезни или смерть близких родственников, стихийные бедствия или несчастные случаи. Не явился без уважительной причины, изволь заплатить до 6 миллионов штрафа или добро пожаловать за решетку. Арест, ограничение свободы до двух лет, а также лишение свободы до двух лет. Уклонисты подрывают не только репутацию, они лишают себя возможности в будущем занимать высокие посты. Под угрозу ставят и боеготовность белорусской армии. Планяется от мероприятий призыва менее 1%, если быть точнее, 0,9% юношей, которые являются уклонистами от мероприятий призыва. Эта цифра стабильная, как правило, она не увеличится, не растет, а если брать в среднем, то категория эта граждан в принципе не меняется. Финал истории о двух братьях будет неоптимистичным. Есть вероятность, что вместо АЗОВ военных наук они будут жить согласно расписанию мест с более строгим режимом. Остальных призывников ждет февральская кампания. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бавруйске. Дорожно-транспортная с тяжелыми последствиями. На улице Интернациональной девушка попала под колеса автомобиля. 22-летняя бобручанка переходила дорогу по переходу без светофора. Традиционно для жертв этих погодных условий на голову был надвинут капюшон. Были ли наушники, мобильник или планшет в руках, пока не установлено. Водитель автомобиля Volkswagen Passat, по предварительным данным, не заметил пешехода. Экспертиза установила, что на момент наезда мужчина был трезв, но в 18 раз привлекался к административной ответственности за право нарушения, в том числе и по линии ГАИ. Пострадавшая с тяжелыми травмами находится в реанимации Бобруйской больницы скорой медицинской помощи. Хотелось бы обратиться к телезрителям за помощью. Значит, может кто-то был свидетелем данного дорожно-транспортного происшествия. Очевидцами могут сообщить какую-либо информацию по данному факту. Хоть надо, чтобы обращали в дежурную часть госавтоинспекции по телефону 71 55 55. С начала года это уже третье дорожно-транспортное происшествие. В двух пешеходы получили телесные повреждения различной степени тяжести. В одном пострадал водитель. Молочные железы, головной мозг легкие. Только в Беларуси ежегодно выявляется 45 тысяч случаев онкозаболеваний. Почти треть заканчивается смертью. Бобруйские медики призывают общественность быть начеку. Как своевременно найти и обезвредить смертоносный механизм, знает Ангелина Декун. Вовремя диагностировать значит вылечить и дать возможность жить. Бобруйские онкологи предупреждают. Рак сегодня не болезнь стариков, как это считалось еще 10 или 20 лет назад. Все зависит от локализации. Молочные железы или простата. Группа риска после 50. Но есть и совсем молодые. Есть шанс в 20 лет получить злокачественную опухоль, например, лимфоузлов, например, лейкоз. Такого рода болезни встречаются в молодые годы гораздо чаще, чем, скажем, опухоль рак желудка или рак легкого. Для собственной уверенности можно пройти обследование в онкологии. Но прежде нужно обратиться к участковому терапевту. Задать интересующие вопросы, объяснить проблему и получить направление. Во время акции в онкодиспансере пройти обследование и получить консультацию онкологов можно напрямую. Мы принимаем всех с направлениями, кто приходит к нам, мы всех принимаем. В день это получается около 200 человек. Своевременное обращение для каждого человека – шанс на здоровую жизнь. Диспансер обслуживает город и прилегающие районы. Высококлассные специалисты и современная техника позволяют сегодня обнаружить опухоль на ранней стадии и ликвидировать ее. Мы определяем опухолевые маркеры, в том числе простатспецифический антиген, который работает в скрининге ракопредстательной железы. И работает он достаточно эффективно. Есть у нас возможности инструментальных обследований, компьютерный томограф, эндоскопическое оборудование, УЗИ-диагностика, радионуклидная лаборатория. То есть для региона в нашем центре все возможности для обследования существуют. Рекомендации онкологов – вести здоровый образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. При первых ощущениях дискомфорта – своевременно обратиться к врачу. Ангелина Дикун, Павел Зоев. Сегодня в Бобруйске. Мечты о хорошем, волнение, трепет, семья, друг о друге забота. Почетное удостоверение получила семья из Бобруйска. Супруги Ермолицкий и Фещенко стали тысячными многодетными родителями в Первомайском районе города. Сладкое дополнение к вашему юбилею. В семье Дмитрия и Татьяны трое детей. Старший сын – почти выпускник 30-й средней школы. Для Никиты быть старшим – это уже ответственность. Надо за всеми присматривать, помогать родителям, помогать маме, ухаживать, убирать в квартире. Средний сын Илья – гимназист, а младшая дочь Алиса появилась на свет всего два месяца назад и по понятным причинам участие в торжествах пока не принимает. Сто процентов должна быть большая семья. Любовь, забота о близких, постоянный какой-то толчок для того, чтобы что-то делать, не сидеть, сложа руки. И, конечно, в результате хочется видеть плоды своей работы. Дети – это наше лицо, поэтому хочется, чтобы они были… Да просто интересно жить и все. Есть смысл жить. В Первомайском районе Бобруйска сегодня 3200 детей растут в многодетных семьях. Мы рады действительно сегодня, что почетное звание у нас имеет семья, тысячная многодетная семья Первомайского района. То есть нас уже тысяча многодетных семей в Первомайском районе. Праздник для многодетных семей организовали всем районам. Почетные многодетные супруги вместе уже 15 лет. Расширять семью пока не планируют, но надеются, что их потомки оценят преимущество большой семьи и подарят родителям много внуков и правнуков. Бобруйский женский гандбольный клуб «Березина» отмечает 10-летний юбилей и борется за выход в финал чемпионата Беларуси. О промежуточных победах и планах Елена Садовская. Игра с мячом, напоминающая гандбол, впервые описал Гомер в Одиссее. Игра «Гандбол» получила свое название в середине 19 века. В Беларуси гандбол появился только в середине 20-го. Более 20 лет Сергей Баркин тренирует гандболисток. Сегодня он главный тренер гандбольного клуба «Березина». Наступивший год юбилейный для клуба. Его команда начала с победы. Гандболистки вошли в финал четверки Куба Беларуси. Это большая заслуга, можно сказать, тех людей, которые непосредственно помогают нашей команде. Чувствуя их непосредственную помощь и заботу, игроки, естественно, выкладываются полностью и показывают очень хорошие события. Ей 24. Половина жизни в гандболе. Сборной области 14 лет. Молодежная национальная в 17. Сегодня Вероника Юшкевич – капитан Бобруська гандбольной команды. Будем играть, добиваться дальше, ставить цели, добиваться их, пока прекращать не собираюсь. В гандбол играют настоящие девчонки. В этом году клуб «Березина» отметил первый юбилей – 10 лет. Сегодня в нем играют 12 девушек. Средний возраст – 22 года. Девушки сегодня добиваются успеха упорным трудом. Девчонки тренируются у нас каждый день, по 2-3 часа, плюс тренажерные залы. Поэтому, можно сказать, они только успевают восстанавливаться, как опять идти надо. В команде играют спортсменки со всех областей Белоруссии. Волейбол, легкая атлетика, теннис и осознанный выбор в 7 лет – гандбол. В спорте Виктория Ветрова – 10 лет. Бобруськ девушка приехала из Гомельской области. На данный момент меня вызывают в молодежную сборную играть. Ну, а на дальнейшем, думаю, если все хорошо, надеюсь, за сборную Белоруссии играть где-нибудь выше еще, если получится. Финал чемпионата Белоруссии по гандболу пройдет в мае. Место в финальных играх – главное достижение клуба за 10 лет. Лучшим подарком к юбилею спортсмены считают место в тройке лидеров. Елена Садовская, Дмитрий Шевцов. Сегодня в Бобруйске. Все новинки кино и театральные премьеры, развлечения, отдых и каталог организаций. Но главное – только горячие новости. Все для вас и о вас на городском портале www.bobrlife.be Все о жизни Бобруйска на Bobrlife.